Сейчас с нами на связи профессор Эйтен Гильбоа, ведущий эксперт в области американо-израильских отношений из университета Барилан. Профессор Гильбоа, добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. Профессор Гильбоа, в руководстве Израиля резолюцию он называет откровенно антиизраильской, хотя в прошлом в ООН уже принимались подобные резолюции. Ваш комментарий на этот счет? Безусловно, речь идет об антиизраильской резолюции. Во-первых, она намеренно выделяет один вопрос. Вопрос поселений из целого перечня проблем, которые есть между израильтянами и палестинцами, которые должны решаться путем прямого диалога. Если судить по принятому в ООН документу, поселение — это единственная проблема, что в корне неверно. Во-вторых, и это не менее важно, вся политическая система Израиля, включая оппозиционные партии, за исключением арабского списка и партии Эмерец, выступили резко против решения Совбеза. Это не означает, что они не критикуют премьера Нитаньягу, но они явно недовольны принятой резолюцией, которая, по их мнению, не будет способствовать продвижению мирного диалога с палестинцами. Профессор Гильбо, есть классический вопрос в таком случае, кто виноват и что делает. Давайте начнем с вопроса, кто виноват. Кто несет ответственность за то, что эта резолюция прошла в Совбезе ООН, на ваш взгляд? Это совпадение сразу нескольких факторов и процессов, происходящих как в Израиле, так и в Соединенных Штатах. Начнем с Израиля. У нас недавно был политический кризис вокруг поселения ОМОНа и попытка провести закон о легализации поселенческой деятельности в Иудее и Самарии в обход решению Верховного суда. Сюда можно добавить и заявления некоторых политиков от коалиции, открыто декларирующих, что идея «два государства для двух народов» больше не существует. В это же время в США на выборах побеждает Дональд Трамп, который заявляет, что вопрос поселения его не интересует и что он намерен перевести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Затем следует назначение послом в Израиле Дэвида Фридмана, сторонника израильского строительства в поселениях. В этой ситуации Обама идет на беспрецедентный шаг и фактически проводит антиизраильскую резолюцию через Совбез ООН. Цель понятна – связать руки Трампу и усложнить будущие отношения между США и Израилем. В Израиле утверждает, что за этой резолюцией стоит Обама, а администрация Обамы как раз это опровергает. Кому верить в этом случае? Человека, который в американских СМИ клянется, что администрация Обамы не имеет к этому отношения, зовут Берн Ротс. Он работал в Белом доме и сегодня он руководит отделом по связям с прессой Совета по национальной безопасности. Это последний человек, которому сегодня можно доверять в Вашингтоне. Я это говорю на основе серьезных публикаций в американских СМИ, которые он, кстати, сам и подтверждает. Он даже не скрывал, что незадолго до подписания соглашения по ядерной программе Ирана. Он и его люди фактически манипулировали общественным мнением США и представляли фиктивным экспертам, выступившим за подписание сделки с Тегераном, неверную информацию. Я не помню, чтобы в прошлом, в период смены главы Белого дома, уходящий американский президент принимал столь судьбоносные решения, прекрасно понимая, что новоизбранный президент выступает резко против. Это неправильное поведение президента Обамы. А известно, что Нитанягу звонил многим лидерам стран. Возможно, ему стоило просто позвонить одному человеку, Бараку Обаме, и тогда этот вопрос бы разрешился? Он должен был это сделать еще раньше. Я думаю, что одна из причин подобного шага Обамы — это плохие отношения с Нитанягу. Они всегда были плохими, но после выступления Нитанягу в Конгрессе в марте 2015 года против соглашения с Ираном, главного достижения Обамы, отношения между лидерами окончательно испортились. Поэтому я вовсе не исключаю, что Обама руководствовался личной местью, прекрасно понимая, как это осложнит американо-израильские отношения, начиная с 21 января, когда в Белый дом въедет Дональд Трамп. То есть неужели Обама настолько мстительный человек, который руководил миром, и вдруг он опускается до таких мелочей? Я говорю, что это могла быть одна из причин. Вы спросили, мог ли Нитанягу предотвратить эту резолюцию звонком Обаме. Я думаю, что нет. Отношения между ними настолько отравлены, что никакие звонки, тем более в переходный период, не помогли бы. Я думаю, что Нитанягу действительно пытался и предпринимал очень серьезные усилия, и достоверно знаю, что некоторые лидеры пообещали ему поддержку, а в итоге эти страны голосовали против Израиля. Я не исключаю, что уже скоро мы узнаем, каким образом за этой резолюцией стояли США и какое влияние они оказали на колеблющиеся страны, которые, возможно, хотели проголосовать против или хотя бы воздержаться. Например, Япония, Украина или Ангола. Они просто не стали идти против позиции США. И все же, по-вашему, насколько правильно сегодня откровенно унижать Барака Обаму? Мы слышали заявление министра культуры и спорта Мир Реггев, которая сказала, кто он вообще такой Обама? Слава богу, что у нас есть Трамп. Ведь американский президент остается всю жизнь президентом. Подобная критика отдельных министров может нанести только вред американо-израильским отношениям. А еще хуже, это может привести к ответным мерам самого Обамы. До 20 января есть еще почти месяц, и на примере резолюции ООН Обама всем доказал, что он может ответить, если захочет. Я не исключаю, что за это время администрация уходящего президента попытается провести еще одну резолюцию в Совбезе и фактически заставит израильтян и палестинцев сесть за стол переговоров. Наконец, 15 января в Париже пройдет мирная конференция по Ближнему Востоку, и мы слышим, что Джон Керри намерен там выступить. На мой взгляд, это просто нарушение всех принятых норм. За пять дней до ухода со своего поста американский чиновник будет навязывать свою инициативу, прекрасно зная, что новая администрация в Белом доме это в корне не приемлет. К тому же Обама относительно молодой политик, он уже заявил, что не намерен молчать, и как только напишет книгу воспоминаний, он начнет критиковать администрацию Трампа и высказывать свою точку зрения. Зачем усугублять эти отношения? Кто-то даже говорил, что Обама захочет быть генсеком ООН, возможно, это его следующий пост. Да, генсек ООН — это важная должность. Он, возможно, хотел занять этот пост, но у него немного шансов, тем более, что ближайшие пять, а, возможно, и десять лет у Обамы не будет шансов. А учитывая реакцию израильского правительства, как, по-вашему, должны вести себя израильские дипломаты? Ведь связи нарабатываются годами, и тут вдруг в один момент все отменить? Как так можно? Я считаю, что реакция Израиля на эту резолюцию была преувеличенной. Достаточно было ограничиться выговором послам тех стран, которые голосовали против Израиля. Так принято в дипломатии, и не нужно выходить за рамки. Кроме того, важно подчеркнуть всему миру, что консенсус есть не только в Совбезе ООН, но и в Израиле, где категорически не принимают принятую резолюцию. И что эта резолюция не будет способствовать мирному процессу на Ближнем Востоке. Параллельно нужно заручиться поддержкой Конгресса, тем более, что резолюция уже принята, и отменить ее невозможно. Но важно подумать, что можно сделать с тем, чтобы максимально ослабить влияние данного документа. Профессор Этен Гильбоа, Бориландский университет, большое спасибо. Спасибо, Евгений. В среду в Израиле были опубликованы более 400 тысяч страниц из документов, которые касаются судьбы пропавших йеменских детей. Речь идет о событиях, произошедших в первые годы образования Израиля, на публикацию которых был наложен гриф «Совершенно секретно». Теперь, спустя почти 70 лет, преданы гласности материалы работ специальных комиссий, изучавших сведения об исчезновении детей. Опубликованы также более 3000 дел детей, переданных на усыновление. В конце 40-х годов среди репатриантов из Йемена было много детей, страдающих различными заболеваниями. По решению властей страны, больных детей репатриантов изолировали, многие из них потом умирали. А те же, кто выжил, передавались на усыновление в другие семьи. По словам министра юстиции Айелит Шакет, эта история до сих пор открытая рана для многих семей, долгие годы не знавших о судьбе своих близких. Теперь же семьи пропавших детей смогут получить доступ к опубликованным документам. В первый же день после публикации сайт государственного архива, где можно ознакомиться с документами, посетили свыше 50 тысяч пользователей интернета. Дорогие зрители канала РТВА, хочу поздравить всех вас с Новым годом, веселый, яркий праздник, праздник нашего детства. Пожелать вам всего-всего самого хорошего, успехов, здоровья, благополучия. С Новым годом, Аввиктор Либерман. Дорогие зрители телеканала РТВА, поздравляю вас с наступающим 2017 годом. Желаю вам всего самого наилучшего, чтобы этот год был более спокойный и мирный, чем тот, который уходит от нас сейчас. Смотрите Женю Саву и телеканал РТВА. С Новым годом! Я хочу пожелать зрителям РТВА хорошего года, интересных телепрограмм и счастья, где бы вы ни жили. Смотрите далее в нашей программе. Израиль накажет Европу за голосование в ООН, под угрозой экономические отношения с Евросоюзом и обмен разведывательной информацией в борьбе с террором. Каким образом израильским спецслужбам удалось победить интифаду ножей? Итоги года в комментарии военного обозревателя Марка Бабота. Без снега и мороза, но с елкой и подарками. О современных традициях встречи Нового года в Израиле. Вот она, главная елка Тель-Авива, установленная на центральной площади Вьяфу. Сразу за ней видно знаменитую часовую башню.